Мэр Магадана Юрий Гришан Проверил систему работы коммунальных служб В новогодние праздники специалисты всех учреждений Будут работать в усиленном режиме Аварийные бригады сформированы Техника, инструменты, материалы Все есть, поэтому в случае чрезвычайных ситуаций Специалисты смогут устранить неполадки своевременно Как и в прошлые новогодние праздники Все пройдет спокойно Можете не волноваться, наши уважаемые магаданцы Но если все-таки что-то произойдет Вам не надо искать телефон Ни водоканала, ни теплосети Ни там кто из электрической Электроснабжающей организации Коуправляющей компании Вы порой этого толком не знаете Звоните в 112 Диспетчеры зафиксируют вызов и направят в бригаду Магадан Энерго, Магадан Теплосеть, Водоканал Специалисты уже сформировали рабочие группы Которые помогут магаданцам в случае чрезвычайной ситуации Диспетчеры зафиксируют Желаю, желаю, провалите Магадан Вольно? Вольно Становись Равняйсь Сверна Под знамя главного управления Смирно Равнение на знамя 27 декабря в России празднуют День Спасателя В связи с этим в Магадане прошло торжественное награждение сотрудников МЧС и службы спасения Поздравил сотрудников МЧС России мэр города Юрий Гришан Я хотел бы поблагодарить личный состав и всех спасателей, которые трудятся на территории муниципального образования город Магадан Магаданской области Понятно, что Магадан это 80% жителей Магадана И все, что происходит, прежде всего происходит здесь И на воде, и в огне И я думаю, что силы и средства способны, и прежде всего ваш личный вклад способны помочь в любой ситуации, которая только может произойти, не дай бог, на территории города Магадана Также мэр города с заместителями оценил работу службы 112 и запланировал выездной рейд с проверками готовности городских служб к новогодним и рождественским праздникам Соответственно, мы сегодня проверяем готовность сил и средств на территории муниципального образования То есть, это же силы и средства не только пожарные и спасатели Это, опять же, те, которые работают на восстановительные бригады Это водоканалы, теплосети, электросети и так далее То есть, они и входят во всю эту группировку сил и средств Поэтому понятно, что спасатели пожарные отдыхать не будут Они будут все в режиме повышенной готовности За почти весь год на Колыме в ДТП погибли 11 водителей, 8 пассажиров, 3 пешехода и 1 велосипедист Однако количество раненых снизилось на 14% Наложено административных штрафов на сумму 75 миллионов рублей Об этом рассказали сотрудники ГИБДД на заседании с губернатором Колымы Более тысячи нарушений у колымчан, которые не имеют водительского удостоверения или лишены его Специалисты постоянно проводят профилактику ДТП Такие акции, как нетрезвый водитель, внимание, дети, пассажирские перевозки За один из месяцев текущего года проведено 85 информационно-пропагандистских мероприятий В том числе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма По применению детских удерживающих устройств По профилактике ДТП с участием пьяных водителей и других 363 занятия в образовательных учреждениях 35 пропагандистских бесед по безопасности дорожного движения Почти 200 публикаций безопасности на дорогах разместили в СМИ Также специалисты регулярно проводят радио и телеэфиры На интернет-площадках разместили около 800 материалов Сотрудники ведомства отмечают, такие меры снижают количество аварий на дорогах Тем не менее, большой риск остаётся на Колымской трассе Несмотря на это, больше всего пьяных водителей Выявили в Магадане После того, как нарушителя задержат, за машиной приезжает эвакуатор И увозит её на штрафстоянку Губернатор поручил сотрудникам ГИБДД проверить эту процедуру В военно-патриотическом центре «Подвиг» прошло торжественное построение курсантов и педагогов Приурочено оно к окончанию 2021 года Сейчас подвиги обучаются 130 человек В этот день подвели итоги уходящего года Грамотами наградили лучших курсантов и преподавателей Прошёл год Сам центр «Подвиг» за 2021 год завоевал порядка 30 наград Различных степеней и уровней Курсанты нашего центра за текущий год Завоевали более 350 наград За участие в различных творческих, спортивных мероприятиях Курсанты участвуют в военных сборах В этом году ездили во Владивосток В следующем отправятся туда же Уже сейчас покупают билеты В 2021 году проводили военно-спортивную игру Которую организуют и в 2022 году Магадан активно готовится к празднованию Нового года И новогоднее волшебство коснуло жителей Марчикана Их даже посетил Дед Мороз Принять участие в предновогоднем веселье Было интересно как маленьким жителям микрорайона Марчикан Так и подросткам За участие в конкурсах ребята были награждены вкусными сладкими призами А также Дед Мороз поздравил всех с наступающими праздниками Дорогие зрители медиахолдинга вечерний Магадан Поздравляю вас с наступающим Новым годом Это чудесный праздник Пусть он принесет вам только добро Только любовь Только позитив Несмотря на холод Веселые конкурсы детям понравились Организаторам удалось создать предновогоднее настроение И зарядить атмосферу праздничной энергией Поздравляю с Новым годом Желаю счастья и добра Что все было с вами хорошо С Новым годом В муниципальном центре культуры провели новогодний праздник Многоликая Россия Показали развлекательную программу для юных представителей Национальных объединений Магадана По словам организаторов Такие встречи помогают укрепить отношения между людьми разных национальностей и культур Сегодня на празднике у нас представлены дети национальных организаций Берятское землячество, Колыма-Балтия, представители украинской диаспоры города Магадана, Кыргызстана, а также Армении и грузинской диаспоры Более 130 юных представителей национальных объединений города посетили праздник Им показали сказку Также детям вычили сладкие подарки В выставочном зале Магаданского отделения РГО прошло открытие выставки картин «Белоплечья Орлан. Гордость Магадана» Организатор – Колымский заповедник Русское географическое общество получило в свое распоряжение галерею в спортивном комплексе «Биталист» в этом году И первую выставку решили посвятить особенной птице – белоплечьему орлану Вместе со своими партнерами, сотрудниками, специалистами, учеными заповедника Магаданский Мы открываем здесь первую выставку, посвященную белоплечьему орлану Этому замечательному символу нашей природы Белоплечий орлан – символ Магаданского заповедника Это одна из крупнейших птиц мира Сотрудники рассказали магаданцам о ее особенностях Всего представили более 50 картин Это краснокнижный представитель, занесенный во все красные книги И Магаданской области, и Российской Федерации, и международной, конечно же Самые талантливые дети из детских образовательных учреждений Из центров дополнительного образования Принимали участие в выставке этих картин Также представили фотовыставку «Белоплечий орлан – гордость России» В течение полугода сотрудники заповедника собирали фотографии со всей территории Дальнего Востока Там, где встречается эта птица Еще одна экспозиция в мире заповедной природы Там представлены фотографии природы и животных Магаданского заповедника Которую в следующем году отметит 40 лет Елизавета Сипайлова, Олег Калугин, Магаданское время